Всем привет! Это продолжение урока Т8. Так что это урок Т8-2. И я постараюсь очень коротко рассказать, как сделать бег персонажа и ходьбу. Но будем делать это так, как это сделано во многих играх. Не какие-нибудь кнопочки тут будем рисовать. Бег и отдельно кнопка ходьба. Будем делать такую кнопку, если вы ее зажмете, например левый шифт, то тогда у вас игрок бегает. Если отпускаете левый шифт, то он опять ходит. Так как мы продолжаем наш урок F8, то у нас все просто. Я стер пару акций. Здесь, по-моему, 4 было действия в прошлом уроке. Переименовал LocalScript. Вот здесь был LocalScript, сделал его PlayerActions. В продолжение урока я просто здесь буду добавлять следующие действия. Итак, мы сейчас как раз и воспользуемся добавлением. Так, сделаем действия беги. Хорошо, что русский язык поддерживается. Ну, по крайней мере, здесь. Вообще, язык Луа должен поддерживать все символы в UTF-8. Но в Роблосе есть небольшие проблемы. Если просто Луа, там в Лав 2D, там проблем меньше. Так, и кнопку мы пододвинем вот так. Так. Я уж меняю позицию, чтобы три кнопки подряд у нас были. Одна кнопка открой в левом уголке, потом следующая через 5 пикселей измени цвет. И кнопка беги будет так. Ну, приоритет нам не нужен. Воспользуемся простой формой. Просто Bind Action. Так, вот здесь я скобку забыл закрыть. Хорошо. Так, беги кнопкой. Какой кнопкой будем? Мышку убираем. Кнопку будем использовать левый shift. Так. Левый shift. Будет уже похоже на нормальный какой-то шутер. Потому что я могу одной игрой, ой, одной пятерней своей левой рукой нажимать WASD и зажимать мизинцем клавишу left-shift. Так, ну, вроде бы тут все правильно. Создали, описали действие. Кнопочка будет. Кнопка left-shift. Название для кнопки сделали. Кнопку разместили третью в ряду. Так, ну, давайте посмотрим. Пока еще ничего, конечно, не происходит. Пока это я просто описал кнопку. Да, вот у нас три эти кнопки. И вот у нас кнопка беги. Он пытается разобраться с нашим действием беги. Так, давайте-ка я закомментирую вот это, пытаюсь разобраться. А вот, кстати, у меня заготовка к бегу. Беги. Беги. Нам очень повезло, что у нас это локальный скрипт. Значит, он имеет доступ к текущему игроку. Ну, к тому, кто сейчас играет. И чтобы мы получили доступ к переменным текущего игрока, вот простой путь. Game.player.localplayer. Все. Дальше через точку мы к его характеру можем, к его гуманоиду. И уже у гуманоида есть такое значение, свойство WalkSpeed. Ну, я его увеличил. По-моему, обычная скорость. Не помню, какая у нас обычная скорость. Давайте мы сделаем вот как. Сохраним. Ничего не заносим, просто описали переменную. Так, и перед тем, как мы будем заносить скорость бега, мы в переменную SavePlayerSpeed, я ее так назвал, будем в текущее значение. Вот какая скорость сейчас у игрока есть, ходьбы, мы заносим в переменную. И потом мы из этой переменной восстановим это значение. Так, здесь еще нужно добавить кое-что. Я сейчас объясню. Я на первом уроке это объяснял, но, возможно, кто-то не понял. Смотрите, что я хочу сделать. Так, E-Fails. Вот так. Итак, у нас вначале идет условие. Если состояние ввода игрока Begin, это значит нажали кнопку в момент нажатия, то тогда присваиваем быструю скорость. Так. И не просто присваиваем новое значение скорости, а вначале сохраняем текущую скорость, хоть бы, какой-то переменной. А потом, когда мы Shift отпустили, видите, уже Input State. Вот здесь было Begin. Это мы, значит, на нажатие кнопки. А когда кнопку отпускаем, здесь уже должно стоять End. End переводится конец. Закончили нажимать кнопку. И здесь тоже проверяем, что какое действие мы должны совершить. Если у нас что-то аналогичное появится для других действий, ну, мы здесь тоже условия добавим. Ну, у нас пока только умное такое действие, бег. Когда Shift зажат, бегает. Когда Shift отжат, он ходит. Так. И причем, вы знаете, эти действия, вот это и вот это, происходят только в момент нажимания и в момент отжимания. Так что эта программа просто не запускается. Этот скрипт во все остальное время он не тормозит нашу игру. Так. Ну, когда мы в эмуляторе, ВАЗД не работает. Но зато Shift работает. Можно попробовать вот так и нажать Shift. Отпускаем Shift. Вот он стал ходить. Опять зажал Shift. Вот он начал бегать. Не хватает музыки из Бенни Хилла. Так. Ну, давайте без эмулятора посмотрим. Посмотрим и все. Вроде бы урок закончен. Все очень просто. Что у нас уже готово все для улучшения нашего персонажа. И мы в продолжениях этого урока, может быть мы и полет сделаем, как у Супермена. Тоже добавим какую-нибудь кнопку. Так. Зажимаю Shift. Вот он бегает. Подпустил Shift. Вот он ходит. Так. А ругалось это у меня. Ну, вот на прикосновение к этой кнопке. Из старого урока осталось. Но мы этим еще воспользуемся. Ну, все. Ставим лайки. Не забываем. Подписываемся. Рассказываем друзьям. Вот. Можно донатики послать, чтобы следующий урок вышел скорее. Пока.